Продолжение следует... Продолжение следует... Папа, мама, я и Сталин. Имеет под заголовком вот такое документальное повествование. Она состоит из нескольких частей. Это эссе о Сталине и Сталинщине. Вот как раз именно это эссе мне хотелось бы сегодня прочитать вам прямо здесь, как говорится, в этом эфире интернета. Но история такова, что я родился в 1937 году, 3 апреля, в городе Петропавловске на Камчатке, куда поехали строить социализм мои родители, инженеры-строители. Они там строили судоремонтный завод. И вот 3 апреля я у них родился, а 3 декабря за отцом пришли, его арестовали по каким-то доносам. И он в общей сложности провел в сталинских лагерях 18 лет. Правда, с перерывом. Потому что сначала ему дали 8 лет, но отсидел он 10. Вернее так, сначала-то ему дали вышку, как мы говорили. ВМН, высшая мера наказания. И именно дали, потому что слово «приговор» в то время не существовал, приговор подразумевает суд. А это по решению так называемой «тройки». Вот человек получал высшую меру наказания. Но, правда, было следствие. И вот так случилось, что прошло много-много-много лет. И буквально года 3 назад я получил возможность прочитать «Дело отца». Оно мне было прислано из Петропавловска на Камчатке, из архивов НКВД. Я с большим волнением в приемной библиотеке ФСБ на Кузнецком мосту, известное место. Я сел за столик и стал читать. Конечно, это было страшное, тяжелое чтение. Я ходил туда, на Кузнецкий мост, как на работу, пару месяцев. Делал выписки. И потом, по моей просьбе, сотрудники ФСБ любезно дали мне копии тех документов, которые я читал. То есть они сами пересняли по моей просьбе все эти документы. Это протоколы допросов, это протоколы обысков, это другие документы, разные справки и так далее, и так далее. Помог мне в этом, надо сказать, мой друг, адвокат Борис Кузнецов. К сожалению, его судьба осложнилась тем, что он был здесь, значит, над ним нависла угроза тоже ареста вот в последние годы. Он был вынужден, так сказать, срочно уехать за границу. Сейчас он, по-моему, живет где-то в Америке, насколько мне известно из нашей печати. Но он здесь, когда был гражданином России, он был очень известным адвокатом, написал книгу «Она утонула» о трагической судьбе подводной лодки «Курск». И вот, собственно, я когда с ним просто беседовал, сказал, вот как мне было бы интересно почитать. Он говорит, я тебе помогу. И от имени своего адвокатского бюро он написал тут же серию писем в разные инстанции. И вдруг через полгода раздается мне звонок, и с вами говорят, из ФСБ. Я так, как вы понимаете, немножко так поежился. Но очень любезно я повторяю голос, мне сообщил о том, что вот дело моего отца находится здесь, в Москве, на Кузнецком мосту, и я могу в любой день прийти и познакомиться с этим делом. Ну, мне было в этот момент уже, можно сказать, 70 лет. Почти 70. А я ведь ничего не знал. Только так, то, что мама мне когда-то рассказывала маленькому ребенку, но это никаких деталей, никаких подробностей, и существа дела, существа обвинения я, конечно, не знал. Ну, вот ему дали вышку, это мне мама еще рассказывала, и должны были расстрелять. Но повезло. У Александра Исаевича Солженицына в архипелаге ГУЛАГ есть история одного НКВДшника, то есть руководителя НКВД Дальнего Востока, который в конце 37-го года сбежал то ли в Китай, то ли в Японию, я уж не помню сейчас. Так вот, именно он подписал расстрел моему отцу. Ну, было как неудобно в этот момент исполнять приказ человека, который уже сам был провозглашен врагом народа. А это была политика Сталина уничтожать не только жертв, но и палачей. Именно так заметал следы. Ну, и отцу, значит, вместо ВМН дали 10 лет, потом скостили 8 лет, но отсидел он все-таки 10. Вот, потом он вышел и 2 года, полтора года, около 2 лет, так вот он, можно сказать, провел на свободе. Ну, что это была за свобода? Это была жизнь без 100 городов, потому что ему запрещалось жить, был список из 100 городов, где, значит, в этом списке, значит, вот были все города, где, как говорится, выпускник архипелага жить не имел права. Вот. Ну, и после чего его загребли по новой. Вот. Ну, а потом наступили новые времена, Сталин сдох, значит, 20-й съезд, так вы знаете, был, оттепель, стали людей постепенно выпускать, и отец был выпущен на свободу. Что меня потрясло, когда я читал его дело? Меня прежде всего потрясло то, что отец не признал своей вины. Он поэтому жив. Восемь человек, которые написали на него доносы, это тоже были, они тоже жертвы, они тоже невинные были люди, но они спасали свою жизнь, и осуждать их тоже как-то язык не поворачивается, потому что они ну, понять их как-то, наверное, все-таки можно, потому что они прежде всего думали о спасении своей жизни. Так вот, все они были тем не менее расстреляны. Отец, который не признал своей вины, как я понимаю, даже под пытками, потому что в деле, вот в этом четырехтомном деле, который мне дали читать, все-таки были страницы, которые были запечатаны, знаете, запечатаны такой наждачной, что ли, бумагой. Знаете, вот когда-то бандероли мы рассылали, знаете, такая коричневая такая бумага, вот с рогучом она запечаталась. Когощеная такая бумага. Да, да, да. И, знаете, такие, как ржаной, похоже на ржаной хлеб, черный, черняшка, понимаете, и там какие-то вот какие-то зерновые плевелы, понимаете, в бумаге. Помните, вот такая бумага. Вот этой вот бумагой в деле моего отца множество страниц оказались запечатанными. Когда я высокого сотрудника ФСБ спросил, а почему я не могу все-то прочитать, он мне ответил честно, и я запомнил его замечательный ответ, он так на меня посмотрел, многозначительно, и сказал, это касается третьих лиц. Ну, догадайтесь сами, конечно, это были доносы. Ну, или, значит, вот пытки, потому что, мало ли, что я мог бы вычитать на этих страницах уже сейчас по прошествии стольких лет, семидесяти лет. может, я пойду мстить. Но, конечно, у меня и в мыслях этого не было. Ну, вот такова предыстория. И, конечно, когда я прочитал и получил в руки эти документы, мне хотелось, захотелось их прокомментировать. Понимаете, здесь, собственно, даже, хоть это документальное повествование, но здесь и письма моей мамы отцу в лагерь, его ответы. И здесь есть свой такой, что ли, очень, мне кажется, драматичный и очень человечный сюжет. Понимаете, моя мама и мой папа, они очень любили друг друга. Ну, это, наверное, тоже, ничего удивительного в этом нет. Они были молоды, они были полны сил, они были идеалистами, они были комсомольцами, они верили в социализм. Понимаете, они были абсолютно честными такими советскими людьми. Вот, это видно в этих письмах, это не скроешь. Вот, они объяснялись в любви в этих письмах. И вот постепенно, постепенно возникает сначала трещинка в их отношениях, потому что разлука, потому что ревность, потому что нет никакого живого общения, и, в общем, семья их разламывается. Вот, когда мой отец вышел на свободу, без ста городов, он не мог жить в Москве, куда мы переехали из Петропавловска на Камчатке, когда мне был годик, бабушка меня туда, бабушка вывезла меня, оттуда мама еще продолжала, потому что у нее был контракт, она должна была доработать, ну, а я был практически сначала грудной, потом мне был годик, в дороге мне исполнился, и мы приехали в Москву, и мы, в общем, с той поры живем в Москве, москвичи, жили мы в коммунальной квартире, где 83 человека жило, естественно, одна, один туалет, один умывальник, коридорная система, можно сказать, в полуподвале, это было мое детство, безотцовщина, потом мама приехала, потом война началась, но это уже совсем другая история, хотя она тоже здесь изложена, ну а что касается вот финала, то финал был трагический, потому что мама при всем притом, она очень страдала, потому что она беззаветно, можно сказать, любила моего папу, да и отец ее очень любил, но вот этот катаклизм истории, который вот прошелся через нашу семью, вот это очень много говорят о сталинских преступлениях и правильно говорят, это чудовищные преступления, но я считаю, что кроме вот этих чудовищных преступлений, расстрелов, кроме такой чисто кровавых преступлений сталинщины, кроме убийства своего народа и войны со своим народом, Сталин виновен еще и потому что он разломал личную жизнь миллионов людей, потому что каждый убитый в семье, это же это все отражалось на жизни семьи. Маргар Григорьевич, здесь я хотел бы, если позволите, сделать одно замечание. Я в свое время познакомился с работами Петра Павловича Подъепольского, это первый в нашей стране, второй в нашей стране после Токарского гипнолог был, и он создал книгу «Влияние внушения на развитие органических форм». Эта книга до сих пор находится в фонде Вавилова, а я познакомился с его работами, будучи знакомым с его дочерью Еленой Петровной Подъепольской, она была член кор-историк. И он создал новый аспект эволюционистики в то время. Она мне давала считать статью, которая у меня сохранилась с 2014 года о влиянии войны и страха на развитие последующих поколений. Вот там Подъепольский описывает человека в 2014 году еще не началась Первая мировая война, в которой рождается от родителей, испытывающих страх. Он его в это время квалифицирует как дегенераты. Вот этот дегенерат, рождающийся от родителей, испытывающих страх, это сейчас нормальный человек. Вот те, которые сейчас дегенераты, это не входило в понимание Подъепольского. то, что написывают как дегенераты, это сейчас нормальный человек. Но все это время, которое прошло с тех пор, это время непрерывного страха. Вот то, о чем вы говорите. Вот когда я об этом тоже в книжке есть, я однажды маму спросил, мама, а как ты жила вообще все эти послевоенные годы, как я прожила одна? Она так, конечно, уходила от подробного разговора. Она говорит, а что ты хочешь мне, о чем тебе? Я говорю, ну, хорошо, расскажи хоть что-нибудь. Ну, вы что делали? Она говорит, чай пили. Я говорю, чай пили? А с чем? Задал я вопрос. И она вдруг отвечает, чай со страхом. Вот эти слова мамины я, конечно, запомнил. Да мы сегодня живем в страхе, потому что мы беззащитны, и в этом смысле сталинщина не кончилась. Это Сталин, это Чернобыль на несколько поколений вперед. и многие поколения после нас будут ощущать его, как сказал Булата Куджава, его клешню. А вот, ну, сегодня, конечно, фигура Сталина, которая подвергается какому-то нас пытается наивно еще по-новой еще раз обмануть и рассказать нам басни про товарища Сталина. вот эта книга, она, собственно, и написана мною с единственной целью, не потому, что я хочу якоти рассказать даже историю вот именно своих родителей, а вот в этой истории все наше время, вся эпоха, великая, надо сказать, эпоха, потому что она велика страданиями людей, прежде всего, потому что это люди, это поколение моего отца и поколение мамы, это самое в истории человечества, может быть, самое трагическое поколение людей, потому что они прошли и через революции, и после революции, и через мировую войну, до этого был большой террор, потом было послевоенное, испытание атомного оружия, нищета, голодов, да, все, они прошли через все, мы все-таки их дети, и если мы если мы чего-то стоим и чего-то что-то испытываем в отношении наших родителей, то прежде всего мы должны первые должны знать правду об их жизни и попытаться осмыслить вот это страшное время, это очень тяжелая работа, вот я через это прошел, вы знаете, это большой надрыв, это большое физическое усилие, конечно, люди хотят развлекаться, они отвлекаются на удовольствие, наслаждение жизни, они заслужили эти удовольствия и наслаждения, но, но, я подчеркиваю, мы совершили бы колоссальную историческую ошибку, если наши дети ничего не будут знать о своих дедушках, бабушках, о своих родителях, да, так вот я и назвал, папа, мама, я и Сталин, и вот, знаете, у меня тут два таких звучания, эпиграф у меня и посвящение, ну вот, эпиграф всего три слова, известное, известно немногим, Аристотель, очень точно древний мыслитель сказал, известное, известно немногим, поэтому в моем эссе я просто собрал факты, которые были в нашей печати, они, в общем-то, общеизвестны, я не претендую здесь ни на какие открытия по этой части, и, собственно, я не историк, но, знаете, Пушкин тоже не был историком, когда я писал историю Пугачевского бунта, это не потому, что я себя с Пушкиным сравнил, не дай бог, а просто я говорю о том, что каждый художник, каждый человек, который хочет осмыслить свое время, в котором он живет, он имеет право высказаться на эту тему, и я сделал вот в меру своих сил скромную попытку собрать эти факты и документы, и предъявить их вот новому поколению, поэтому я начну не собственно с того, что я буду читать эссе, а вот буквально две странички прочитаю для начала такое вступление в книгу, и кроме эпиграфа вот здесь есть посвящение, сыну Семену посвящается, вы поймете, почему я это сделал. Можно начать? Да, я вас прошу. Хочу написать пьесу. Для этого надо все бросить, сесть и написать. Бунин Чехов удивлялся. Как ты можешь иметь дело с театром? Театр, мол, такое суетное место, не для писателя. Да, суетное, но что бы с нами со всеми было, если бы Чехов послушался Иван Алексеевич и не написал бы своих пьес, не представляю мир без чайки и дяди Вани, не знаю, что это за Россия такая без вишневого сада. Конечно, я не Чехов, но вдруг и у меня получится. Хорошая пьеса, не халтура, не макулатура, требует ремесла в построении сюжета. Надо суметь внятно и просто рассказать какую-то человеческую историю, в которой, как живые возникнут образы и характеры, и отраженно, словно в чистой зеркальной воде, высветится само время с его чернотами и канувшими в бездну деталями и подробностями ушедшей жизни. Наверное, это и есть мастерство, которого мне не достает взять документ и осмыслить его, уверовав в мощь его подлинности, а подлинность, заметьте, подразумевает и включает длинность, то есть трещит и слезится от сокращений, ибо любое сокращение ведет к искажению, пусть и невольному. Но это я к тому, что необходимо сначала собрать материалы к пьесе, если хочешь, чтобы она вспыхнула фантазией и притом была правдивой и честной. По-булгаковски скажу, не соврамши, это в кавычках так любил говорить Булгаков. И не потому, что автор весь из себя такой правдолюбец и мыслитель-осмыслитель, а скорее потому, что он уподобясь самому творцу желает создать или воссоздать собственный мир, где в пространстве пустой сцены вдруг обретут новую жизнь сгинувшие в проруби времени персонажи. Сразу вопрос, какие? Вот у моей ненаписанной пьесы есть пока одно название «Папа, мама, я и Сталин». Оно мне нравится и не нравится одновременно. Нравится потому, что ясно показывает, про кого будет рассказана эта история. Не нравится, потому что другого названия у меня нет. Свою пьесу я хочу посвятить моему сыну Семену. Ему сейчас, вот прямо сейчас, совсем недавно, исполнилось 13 лет, и он мужает на глазах. Но он, конечно, не все понимает, потому что многого не знает. А я хочу, чтобы он узнал. Я хочу, чтобы он узнал, что случилось с моим отцом, именем которого я его назвал. Мой Семен никогда не видел дедушку живым, только на фотографиях. Он не видел вживую и свою бабушку, мою маму, но он часто спрашивает меня о них, задает вопросы, на которые кратко я не могу ответить, только подробно. А подробно не выходит, потому что после одних вопросов следуют другие, за ними третьи. Вот и будущая пьеса моя, если будет написано, кое-что прояснит в нашей общей истории. Эта история, несомненно, носит трагический характер. Ее будет трудно по этой причине читать, не то, что изложить. И Семен уже спросил, а при чем тут ответил я, и думаю, что ответил хорошо, и спросил сына в свою очередь, а что ты знаешь о Сталине? он замялся и сказал, мол, эффективный менеджер, то есть как раз то, что какая-то сволочь написала в школьном учебнике. И тогда я вызвал своего сына на пол разговорца. вот прежде чем вы начнете читать эссе, я вас прошу, скажите несколько слов, почему оно так называется? Почему вы назвали вот эту главу пол разговорца? Ну, вы немножко преждевременно мне задаете этот вопрос, я думаю, что вот когда я начну читать... В самом содержании есть. Да, ну, спросили, спросили, отвечу. Вы, наверное, помните великие стихи Осипа Мандельштама, посвященные Сталину. И это словцо полуразговорца, Егорца. Да, это из его стихотворения. Вот. Где помянут кремлевского Егорца. Да. Да. Можно, да? Да. Люди в Советском Союзе делились на правильных и неправильных. Хотелось написать на праведных и неправедных, да не вышло. Как-то само написалось в первом варианте. Ну и пусть. Так даже лучше. Ведь что праведно, а что неправедно, это у нас всегда спорно. И тут ни к какому консенсусу мы не придем. А вот правильность, неправильность в нашей жизни давно установлена ни сомнений. не подлежит. Мой отец был правильный. То есть такой, как все. Его арестовали 3 декабря 37-го года. И он провел в сталинских лагерях 18 лет. Он верил в социализм и его светлое будущее. Он работал и жил во имя этого светлого будущего, живым олицетворением которого с 3 апреля 37-го года был я, пока лежащий в пеленках, но со временем надо думать поднявшийся в рост. Разумеется, со страной. Лично товарищ Сталин конечно ничего не знал о моем рождении и наверняка не был против. Но тут вопрос. Он не был против, потому что не знал? Или если бы знал, то был бы против? Ответа не дождемся. Сталин по этому вопросу не высказался. Отмолчался великий наш вождь. Но мы, мы-то можем на сей счет предложить следующее. Он вообще обо мне в тот момент не думал. У него другие дела в тот момент были в голове поважнее. Собственно, идея большого террора не нова. Она восходит к древним установлениям фигуры вождя. Сначала племени при родовом строе, потом царя-короля, властвующего над своим народом при светском характере классового общества. И этой пропозицией предшествует борьба за престол. Так называемая борьба за престол, которая иногда затягивается на весь период личного правления. Так, тема сохранения себя у власти заложена в психику абсолютного монарха изначально, то есть с момента его появления на общественной арене. Отсюда необходимость достижения той мифической сакральности, позволяющей народу поверить своего вождя как в главного носителя и хранителя его счастья и благополучия. Опыт истории показал, что эта сакральность достигается прямым и самым легким способом через кровь. При этом если хочется больше власти, то в этом случае нужна большая кровь. Жертвоприношение, сделанное публично у костра, рождает страх, вот тот самый страх, о котором вы говорили, самое множимое чувство в коллективном стаде, лучше всего реагирующим на свист бича или обыкновенного кнута. Империя излучает магический свет тогда, когда император сам участвует в злодеянии или злодеяния выполняют послушные плачи по мановению его руки. Однако опасность биологического одряхления вождя остается и тогда откуда-то со стороны предательски подступает идея замены старого царя новым, молодым или другим, что приводит к треволнениям и самого держателя короны и общества им управляемого. Здесь спасает рабское поклонение царю, который превращает себя в царя-жреца, царя-бога, испуганная масса, снова и снова должна проливать свою кровь, дабы поддерживать магию и торжество идола. Вождь приобретает новое величие благодаря новым жертвам и новой крови, нескончаемый поток, который прогоняет хотя бы временно идею замены. И все остается по-старому. Сталин классический пример этого первобытного представления о способах сохранения себя на вершине. Царь горы эта детская дворовая игра сигналит нам, что потеха отражает в веселой карнавальной форме жуть предстоящей трагедии. Шуточная борьба и шуточное убиение есть пародийный обряд производства насилия в реальной жизни. Сталин обеспечил большой террор несколькими идеологемами, главная из которых содержала мудрую мысль о том, что классовая борьба по мере строительства социализма обязательно возрастает. Следовательно, революция продолжается, насилие правомерно. Кстати, вопрос о правомерности и неправомерности насилия для настоящего религионера не стоит. Что для Стеньки, что для Пугачева, что для более благовоспитанных декабристов, разбудивших Герцена, товарищ Нечаев, имеется в виду товарищ Бакунина, Кропоткина, Желябова, Перовской, Халкурина, Каляева, Савенкова, Каплан и же с ними в своем знаменитом катехизисе революционера все честно объявил. Морали нет и быть не должно. Убийство ради великой цели переустройства общества на революционный лад это святое дело. Поэтому и Ленин, и Троцкий, и Сталин, и Мао, и Полпот, и Кастро, и Че Гевара все одной кровью мазаны. Человеческой. Правда, Сталин в этом деле преуспел лучше всех. Он был верный ученик Ленина, который и сам взбесился, и Россию взбесил. Он умер от сифилиса мозга, как известно, а Сталин был параноик. Ученик от учителя недалеко ушел, но между ними, как на грех, затесался еще один безумец Троцкий. Этот все хотел мировой пожар раздуть, да спичек не хватило. И коробок из его рук Сталин вышиб ледорубом. Я сам, говорит, не лезь поперед, батьки, в пекло. И создал пекло свое, сталинское, фирменное. ВРЕДИТЕЛИ Их происхождение в пропагандном навороте, придуманном Сталином, имело фундамент на песке так называемого шахтинского дела, по которому проходили бывшие шахтовладельцы. Это, понятно, классовые враги и, внимание, инженеры, старые спецы. Довольно адвокатов у власти. Власть должна принадлежать нам, инженерам. Это у Горького в пьесе Сомов и другие такая строчка. Заговор был май 1928 года. Пятеро в июле получили расстрел, другие сорок с лишним, разные сроки. Это был первый пробный шар. Через два года набирающий вес вождь заставляет свое политбюро, сам вроде до поры до времени в сторонке, учинить постановление, по которому начинается процесс некой промпартии, новой вредительской организации, якобы специализирующейся на чисто экономических преступлениях. Опять на скамье подсудимых инженеры-технари, чистосердечно признавшиеся в готовящейся вредительской интервенции. Сталин лично в приказном письме Менжинскому, главе тогдашнего НКВД, прямым текстом подначивал любой ценой, это я цитирую товарища Сталина, провести сквозь строй обвиняемых. И хотя дело промпартии было целиком сфабриковано благодаря главарю так называемых заговорщиков Рамзину, он еще до процесса сотрудничал с ГОПУ, Сталин получил второй грандиозный опыт сыска и уничтожения вредителей в стране. Никто тогда не понимал, что от первого этапа, от разоблачения чисто экономических псевдопреступлений в 1930 году Сталин благодаря убийству Кирова в 1934 повод нашелся, развернет репрессивную машину в сторону политики, прибавив ее к экономике. Чувствуете, как снежный ком растет? Да. В тот же момент вредители становятся еще и врагами народа. И большой террор 1935-1939 годы можно запускать. Тут и ГУЛАГ подоспел со своим Беломорканалом и опытом канцлагерей на Соловецких островах. Рожденная в мудрой голове вождя схема расширения войны со своим народом работала на полную катушку и во время схватки с немцами и после нее вплоть до самой смерти усатого негодяя. Только теперь вредителями могли становиться не только технари инженеры, но и все кто угодно. Врачи вредители, учителя вредители, кибернетики вредители, весьманисты марганисты, историки, поэты, прозаики, композиторы, да и сами НКВДшники, как выяснилось. Дальше больше вредители народы, а троцкисты их по их же бесовскому концепту надо было уничтожить, чтобы не мешали строить социализм в одной отдельно взятой, как говорили тогдашние остряки за одно место в стране. Прекрасно сказал о Троцком знаете кто? Корней Иван Чуковский, склонный к ненависти, к тараканищу и любви к мой Додыру и Айболиту. Вот в 1933 году он написал в своем дневнике. Троцкисты для меня всегда были ненавистны не как политические деятели, а раньше всего как характеры. Я ненавижу их фразерство, их позерство, их жестикуляцию, их патетику. Самый их вождь был для меня всегда эстетически невыносим. Шевелюра, узкая оборотка, дешевый провинциальный демонизм. Смесь Мефистофеля и присяжного поверенного. Последние слова вполне можно было адресовать Ильичу, в простонародье Кузьмичу, но это отчество стало прозвищем много позже. Так вот, демон Троцкий, почти добровольно уступивший власть Сталину после смерти Ленина, сидя за границей, куда Сталин его выслал и тотчас пожалел, что оставил в живых, кусал локти. Еще в 26-м году Троцкий публично на заседании Политбюро называет Сталина могильщиком революции. Вождь побледнел, вскочил, хлопнул дверью, ну, обиделся в общем. А через 10 лет, в 36-м году, Троцкий пишет книгу с тем же смыслом «Преданная революция», так она называется, и этим дает повод Сталину разозлиться на врага окончательно и, так сказать, образно говоря, выстрелить из стартового пистолета. Большой террор начался. Кем преданная? Мной преданная. Видимо, поморщился вождь, держа в руках эмигрантский текст. Нет, Троцкий, предатель ты и вся твоя банда, имеющая целью свержения советской власти, убийства руководителей партии и правительства, разрушения Красной Армии и так далее и тому подобное. Теперь за Троцкого мне ответят троцкисты. Они теперь вредители и враги номер один. Три самых известных суда над врагами народа в августе 36-го, в январе 37-го и марте 38-го совпадают с моим Марко Разовского почти тютелька в тютельку приходом на этот свет. Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Пятаков, Радек, Кристинский и другие соратники Ленина признаются в колонном зале на публичных процессах в своих антисталинских действиях и расстреляны. А я лежу в этот момент в люльке и пачкаю пеленки на Камчатке. Сразу во след известным именам репрессиям подвергаются около 11 миллионов людей. Из них 3 миллиона казнены под счет Роберта Конквиста. Мой отец крупица в этой окровавленной массовке. Как ее вывести на сцену всю без единого пропущенного имени? Как взглянуть каждому в лицо и спросить «А что, что вы думаете о попытках нынешней реабилитации Сталина? А ведь сегодня и Ежова пытаются обелить Иберию. Но как однажды на памяти на вечере памяти Андрея Платонова в ЦДЛ сказал Юрий Корякин «Черного кобеля не отмоешь до бела, дьяволы останутся дьяволами». Многочисленные акты нарушения социалистической законности приоткрылись миру 25 февраля 1956 года. Но те три года, когда я плавал в охлоплодной жидкости в очреве матери моей, а потом мочил пеленки и питался манной кашкой, были в параллель с самыми жестокими, самыми вопиющими в мировой истории. И величие вождя по тому первобытному закону сразу подскочило к небесам. Масштаб репрессий словно подогревал культ личности. Впрочем, личность вождя в эту пору перестала нести остатки человеческого облика. Вождь превращается в этакого тотема, который в глубокой древности являлся в мифологическом сознании образным заменителем настоящего царя. У славян, как известно, из истории фольклора это был кто? Медведь, вокруг которого племя начинало плясать и прыгать. Точно то же самое началось вокруг Сталина. Обрядовые игры в атмосфере пронизанной запахом смерти должны были идти снистовым поистине диким весельем. Улыбки тридцать седьмого года ослепительные, жизнерадостные и, главное, жизнеутверждающие есть копии тотемистического обряда, когда первобытный коллектив проявлял несусветную рьяность в танцах и пении дифирамбов и от сакральному избраннику. Расстрелы и суды шли под аккомпанемент удивительно бодрящей музыки в праздничных оркестровках. Вся эта театральщина, ритмичная шагистика под развивающимися флагами на парадах физкультурников, осыпание листовками героев-полярников, лошадиные ржания на кинокомедиях, всеобщая подтянутость и абсолютное доверие идиотским лозунгам, ничто иное, как знаковая дребедень всепобеждающего социализма, все это имеет истоком логику первобытного сознания, чувствующего наступление апокалипсиса и пытающегося в порядке самозащиты любой ценой профанировать реальность с ее пытками и трупами. Убиение себе подобных возникает из патологии неслыханной веры в вождя племени. Теперь у нас начинается благоденствие и настоящее счастье. Вождь, само существование вождя в одно время с нами, гарантия получения нами регулярной пищи и места для житухи в пещере, убийца получает ранг божества и темная масса успокаивается после кровавого шока, его застит вера и теперь-то уж заживем по-хорошему, карнавал продолжается. Однако историческая сцена, знавшая множество трагедий драм, намекает нам, что фольклорный мотив увенчания вождя, чьи руки по локоть в крови имеет в любой обрядовой игре и вторую обязательную часть, называемую развенчанием. Сталин очень хорошо это понимал. Он делал все, чтобы не оставлять следов. Все его преступления он замазывал так называемой необходимостью, целесообразностью и даже вынужденной жестокостью. Вождю хотелось остаться в истории чистеньким и с ангельскими крылышками. Его рябое лицо на всех фото старательно загримировано. Он одевался в простые одежды и улыбался всегда доброжелательно. Нет ни одного взгляда, которым бы этот актер выдал, что играет самого страшного злодея в мировой истории. Медведь в виде симпатичного зайчика. Эта саморежиссура сталинщины удивляет и восторгает. По этой части наш артист превзошел даже Гитлера с его триумфом воли и факельными шествиями немецких роботов. Постановки Сталина были куда изощреннее. В них, как в чеховских пьесах, говорилось одно, а действия и поступки имели совсем другой смысл. Вранье усилиями сторонников вождя превращалось в акт художественного изъявления, и здесь особую роль играл пафос. Возвышенная риторика срасталась с бытом, и тот, кто не участвовал в венчании, крича с патетическими интонациями, объявлялся английским или японским, неважно, шпионом или вредителем. Народ имел дело не лично с диктатором, кремлевским затворником, а с образом диктатора, имевшим все проникающие качества. Поэтому так трогательны всякие обращения к вождю, как к отцу народов. Метафора тут ощутима, но в психологии масс это представление совершенно стиралось, и метафорическое значение куда-то исчезало. Вылизывание сапога вождя принимало весьма реальную форму, и именно так в кураже любви первобытные люди целовали следы своего начальника. Пародийного характера венчания никто не замечал, но разве что Булгаков видел все, да и Платонов чувствовал реальность, но их переплюнул Мандельштам великим равным самоубийству стишком. Послушай стишок, говорил сам автор Илье Эренбургу, как он, ничего, стишком, написанным еще в тридцать четвертом году про тараканьи усища и тонкошеих вождей. Вы сами себя берете за руку и ведете на казнь эти предупреждающие слова Маркиша, поэта Маркиша, в адрес Осипа Емельевича вспоминала потом Надежда Яковлевна. Да ведь эти слова можно было послать по крайней мере уже одиннадцати миллионам людей. Что делал Мандельштам? Он скоморошествовал перед вождем, он юродствовал в полном соответствии с обрядовой игрой, где волхвы, зная, предчувствуя, что им на вешалке висеть, это строка из другого стиха Мандельштама, подвергали вождя племени традиционному для этого жанра осмеянию. что ни казнь у него то малина. А теперь повыясняйте, дорогой Иосиф Виссарионович у самого Бориса Леонидовича, мастер этот автор или не мастер. Вдумаемся, Сталин пообещал Пастернаку, что с Мандельштамом будет все в порядке. Это значило, что после показательной ссылки в Воронеж поэту будет предоставлена возможность поучаствовать в венчании, посчитав выходку 1934 года преждевременной, ибо она наступила в обгон истории и символизировала еще не объявленное официозом развенчание. Гениальному поэту в 1937 пришлось исправляться, и он черным по белому написал «Слава моя чернобровая бровью вяжи меня вязкою к жизни и смерти готовая Сталина имя громовое с клятвенной нежностью с ласкою». Мне кажется, что строка «к жизни и смерти готовая» находится в связке со словами Пастернака в телефонном разговоре со Сталиным о судьбе Мандельштама, ведь на вопрос вождя о чем хочет говорить с ним вождем поэт поэт ответил о жизни и смерти. В 1937 на эту тему говорить мечтать не положено. Мандельштам об этом знает и присоединяется к хору венчающих следующим образом. «Необходимо сердцу биться, входить в поля, врастать в леса. Вот правды первая страница, вот с приговором полоса». И далее «Дорога к Сталину не сказка». Потом «И ты прорвешься, может статься сквозь чащу прозвищ и имен, и будешь Сталинкою зваться у самых будущих времен, но это ощущение сдвига, происходящего в веках, и это сталинская книга в горячих солнечных руках». Чтобы в конце добавить прямо по-большевистски, чтобы ладилась моя работа и крепла на борьбу с врагом. Датировано, повторяю, тридцать седьмым. Однако поздно было Осип Емельевич, мало было чердыни Воронежа, впереди сучан. Эх, как бы незаступничество Бухарина, может, нет, не обошлось бы. Закон первобытного общества, вождь способен сохранить магическую силу только через кровь, пущенную от очередной жертвы, и Сталин воспроизводит этот закон в тридцать седьмом году в полной мере. Однако, чтобы победить окончательно и сохранить себя наверху, ему надо убить всех. Всех! Иначе рано или поздно развенчание наступит. Он не может этого сделать. К своему большому сожалению, да тут еще я родился, то такого ничего не знает, и же со мной поколение, которому быть при развенчании и продолжать развенчание, ну, да, это попозже. А пока? Пока у вождя все складывается хорошо. Большой террор в разгаре, черное дело ладится, да и в ближайшем будущем, новая мировая война светит, авось победим. Любая пьеса требует простройки. Драматургия большого террора при всей своей витиеватости и засекреченности имела весьма простую конструкцию. Сталин, дающий отмашку, политбюро, направляющее местным вождям приказные телеграммы с рекомендациями, сколько и кого арестовать и расстрелять, ну и местные власти внизу, осуществляющие непосредственные операции по лишению свободы и ликвидации. 30 июля 1937 года, мне в это время 4 месяца без 3 дней, Ежов по указанию Сталина, он все делал только по личным указаниям Сталина, представляет на политбюро приказ номер 00447, по которому 295 450 человек должны быть арестованы, из них 72 950 человек расстреляны, поскольку не все регионы представили к этому моменту свои соображения, эти предполагаемые цифры нельзя считать окончательными, и теперь внимание, так же как ранее, то есть при раскулачивании, из центра во все районы идет распоряжение поделить всех арестованных на две категории, первая категория полагает расстрел, вторая заключение от 8 до 10 лет. Мой отец в июле 37 еще ходил по Камчатской земле на работу, будучи пока свободным советским гражданином, но до 3 декабря, когда его взяли, оставались считанные дни. В августе политбюро завалили просьбами об увеличении квот. С 28 августа по 15 декабря органы НКВД на местах получают право от товарища Сталина, то бишь от политбюро на увеличение репрессивных действий, а именно 22 500 человек дополнительно к Ежовскому приказу подлежали ВМН высшей мере наказания, плюс 16 800 человек должны отправиться в лагеря. Все операции надлежало завершить к 15 марта 1938 года. Мой отец подпадает под эти пока мелкие цифры, представляя себя скромную единичку среди предназначенных на гибель людей, строителей социализма в одной находящейся в капиталистическом окружении стране. С 6 августа по 21 декабря 1937 года видимо подарок репрессивного аппарата на день рождения вождю, ну это помните 21 декабря, что это за число, было проведено по меньшей мере, вот тут давайте повнимательнее послушаем, десятикратное расширение действия Ежовского приказа номер 00447 запомним, это зловещее сочетание нулей и цифр 00447 результатом которого по дополнительно утвержденным политбюро списком сначала 90 тысяч человек с 1 февраля по 29 августа было взято под допросы и пытки, а дальше за 15 месяцев с августа 1937 года по ноябрь 1938 года отец подчеркиваю сидит в этой компании с декабря счет на арестованных и убиенных идет уже на сотни тысяч а далее на миллионы людей кровавый снежный ком имени товарища Сталина разрастается и катится по всей необъятной стране советов продолжающей свои ритуальные песни и пляски полной оптимизма и веры в сакральную непогрешимость великого вождя сегодня сегодня сталинские апологеты впаривают в мозги людей аморальную версию о том что мол вождь не знал о репрессиях и потому за них не отвечу факты говорят что не только знал а инициировал убийство лично один пример 27 августа 1937 года ровно в 17 часов в секретаре ЦК поступает сообщение из Восточной Сибири от секретаря райкома партии Михаила Коротченко о местном процессе над агрономами вредителями агрономы были вредители ровно в 17 часов 10 минут Сталин отсылает ответную телеграмму текст привожу дословно я вам советую приговорить вредителей Андреевского округа к смертной казни и опубликовать сообщение об их расстреле в печати то есть 10 минут ушли на то чтобы вождь среагировал я не знаю известно ли вам прорезался да все таки рябой черт я не знаю известно ли вам что в Саратове было такое агроном училище агрономов и оно у большевиков было центром откуда распространялось среди крестьян учение вот коммунизма и поэтому но поскольку почти все агрономы были эсерами то понятно что параноик Сталин подозревал всех вообще агрономов в первую очередь и ясно что он их хотел уничтожить ну агрономы ты труженик да труженик да интеллигент на земле работающий ну да вообще это но ему же было известно партийная установка еще та которая была до революции впрочем как ни старался он замести следы и всячески создавать видимость юридического правосудия ну это только на первых порах колесо большого террора раскрутилось до такой степени что остановить его казалось не могли сами палачи рука карателей ежедневно подписывала теперь уже внесудебные списки состоящие из сплошь троцкистов которые товарища троцкого знали в лучшем случае понаслышке да и то как соратника ленина и одного из главных делателей великой октябрьской социалистической революции кого казнить решают одновременно подчеркиваю одновременно множество инстанций специально для выполнения этой задачи созданных из них главные три военная коллегия верховного суда СССР раз политбюро два и наконец самая работоспособная организация под странным названием особое совещание 44 тысячи имен партработников офицеров Красной Армии экономистов представил Сталину его подручный кротышка рост от горшка от ревершка Николай Ежов из этого числа 39 тысяч получили смертный приговор из 44 тысяч 39 тысяч а этот небожитель Пастернак всего три года тому назад хотел с вождем о жизни и смерти разговаривать понятно почему вождь услышав эту тему из уст поэта ничтоже сомняшись повесил трубку и вот узнали мы благодаря вскрытым архивам вопиющие в бесконечном историческом пространстве документы подпись Сталина с резолюции расстрелять стоит повторяю подпись Сталина с резолюции расстрелять стоит на 362 списках Молотова на 373 Ворошилова на 195 Кагановича на 191 списке Жданова на 177 списках Микояна чуть поменьше на 62 Вот говорят в народе в таком таких случаях рыльце в пушку но тут не рыльце тут огромное несусветных размеров рыло простершие свой мерзкий усатый лик над окаменевшей в страхе страной шпионов и диверсантов не надо было искать они были везде 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 всюду в школах институтах библиотеках на заводах фабриках стройках каждый второй третий пятый десятый оказывался троцкистом зиновьевцем бухаренцем рыковцем все были или кулаки или подкулачники бывшие белогвардейцы нетрудовые элементы попутчики и филателисты эсперантисты радиолюбители художники футболисты бери кого хошь и безвинная корчилась рус под кровавыми сапогами и под шинами черных марусь это Ахматова реквием из реквием строки черные маруси это черные воронки развозившие арестованных по тюрьмам централизованный характер репрессий при всем старании товарища Сталина и его окружения все же не мог объективно удовлетворить столь гигантский спрос на требуемую самим вождем жестокость не справляемся признавали самокритичные недостатки своей работы судебные органы рады стараться да не поспеваем за ходом борьбы с контрреволюционным отребьем и Сталин решил помочь своему судопроизводству в конце тридцать седьмого года в регионах повсеместно вождь предписал перейти на внесудебное вынесение приговоров с помощью так называемой тройки что за тройка птицу не птица ли тройка о которой так поэтично и мудро живописал Николай Васильевич Гоголь нет не птица это тройка везде везде подчеркиваю состояла из местного руководителя НКВД раз прокурора и начальника милиции тройка им была предоставлена совершенно новаторская в мировой юриспруденции форма насилия вынесение вердикта на основании следственных протоколов и точка расписались втроем и пожалуй к стенке или в лагерь системы ГУЛАГ ну или к стенке получи пулю в затылок это сталинская новация она поставила смерть на конвейер ибо теперь в географически отдаленных от метрополии местах стало возможно гораздо быстрее и эффективнее работать с человеческим материалом тройки по всей стране кстати их опыт очень скоро из регионов возвратился в столицу и Ленинград начали пулеметить с такой скоростью что вождь только удовлетворенно крякал и крутил свой свисавший книзу кавказский ус срок между арестом и казнью сократился в разы смертоубийство было поставлено на поток и вершилось отныне истинно стахановскими методами в духе времени тройки безусловно оправдали себя блестяще справляясь с возросшими нагрузками ведь теперь товарищ Сталин от ликвидации врагов народа перешел к депортации семей врагов народа и это был абсолютно правильный шаг в деле всеобщего уничтожения своего народа конечно Троцкий раздражал Сталина больше всех кинто у власти это выражение Льва Давыдовича бесило Иосифа Виссарионовича и миллионы людей сделались заложниками их политической драки мстительность вождя имеющая в основе своей обыкновенный комплекс неполноценности приправленный перчиками и горчицей принципиальных споров о путях строительства социализма делала его непредсказуемым драконом готовым на всю ненавидя человек теряет человеческое так ненавидя как Сталин ненавидел человек вообще превращался в зверя которого запах крови только раззадоривает и ведет на дальнейшее побоище уже на пролом без всякого контроля над собой от опьянения властью к опьянению кровью Сталин уже физиологически не мог остановиться он был нафарширован лестью окружения возвышен всенародным коленопреклонением и как раздувшаяся жаба мог только лопнуть от сознания собственной гениальности но чуя здесь подвох он прекрасно чувствовал опасности для себя он играл в самого скромного самого простого он был по-ленински и по-наполеоновски мал ростом физически немощен но ему нужно было производить впечатление гиганта и потому важность считая взвешенность и весомость его афористичных рассуждений скрывала их банальность он предпочитал говорить тихо монотонно а медлительность жестов подчеркивала их всемирно историческое значение уважаемые телезрители здесь мы делаем небольшой перерыв на одну минуту уважаемые телезрители даже в старости он никогда не признавал он никогда не признавал если принимал решение то все немедленно должны были его выполнять не думая не обсуждая не дискутируя все дискуссии в которых Сталин участвовал кончались его итоговым выступлением которое в ту же секунду являлось непререкаемым руководством к действию если что-то было не так участники прений объявлялись оппозицией затем оппозиция становилась контрреволюцией а контрреволюцию надо было уничтожать в зародыше и уничтожали и уничтожили я всегда прав на этих трех словечках зиждется и бытовое и философское бесовство а присмотреться обыкновенное хамство свинство эй крикнул Сталин своей жене вставший из-за стола чтобы уйти с банкета я тебе не эй ответила надежда аллилуева и это были ее последние слова в жизни через час то ли она застрелилась то ли ее застрелили чем не Шекспир а ведь реплика ее действительно гениальна я тебе не эй она потрясает когда мать Сталина умерла он не поехал в Грузию на ее похороны человек ли он после этого в известной книге революционные силуэты Луначарский назвал Троцкого вторым великим вождем российской революции что было абсолютной правдой но Сталина это кажется происходило в одни празднования десятой годовщины октября вспомним попутно поэму Маяковского хорошо где о Сталине почти ничего не устраивалась я фальсификация истории Лениным номер два должен считаться только он Сталин и вот представим картинку Сталин листает брошюрку Луначарского и что же в революционных силуэтах он не находит себя выходит вождь какая-то второстепенная фигура в самый переломный момент русской истории ну и что после этого мы делаем с бедным Луначарским правильно мы его снимаем с работы а должность министра просвещения между прочим Луначарскому отвалили на следующий день после октябрьского переворота и засылаем замажай то бишь полпредом в Испанию где он и пропадает вероятно к счастью своему ибо доживи наш громотей из ленинской гвардии до большого террора наверняка бы сидел на горячей скамеечке в колонном зале где-то между коллегой Рыковым и коллегой Бухариным в годы НЭПа Сталина недооценили вот и пришлось ему по смерти Ленина наверстывать начиная с года 1929 Сталин пустился во все тяжкие ему померещилось в год великого перелома позвоночника нашей экономики коллективизации сельского хозяйства я имею ввиду что диктатура пролетариата для того только и придумана чтобы все поняли смысл глубинного тождества слов Сталь и Сталин Ленин правда по этой логике ассоциировался как-то больше с ленью но это уже не имело значения твердость неколебимость несгибаемость нового вождя превращалась в миф из узкого спеца по национальным вопросам он борец за единство партии вокруг себя делается верхомным содержителем за горло всего живого на глобальных просторах Советского Союза времена постреволюционного триумфа большевистского подхода на взбунтовавшийся Кронштадт когда тысячи матросов были тут же расстреляны а тысячи других отправлены в Соловки где и подохли пачками осталось живых из пяти тысяч полторы тысячи времена расказачивания раскулачивания и всевозможных чисток изъятия церковных ценностей все это было так сказать еще небольшой террор это были цветочки ягодки пошли потом философский пароход отплывший из Крыма по приказу Ленина с самым драгоценным грузом из России интеллектом 160 человек среди них Бердяев Франк Лоский Еврейнов Ассаргин Трубецкой Корсавин и другие лучшие свободные умы России это еще не сталинские методы но с 29 года гражданская война Сталина со своим народом приняла более открытые формы СЛОН Соловецкий лагерь особого назначения заработал с 22 года и стал образцом для подражания строится целая сеть подобных лагерей в лесах Коми и в Устье Печоры в 29 году Сталин проводит реформу содержания заключенных в этих барахах на лесоповалах и пожалуйста архипелаг ГУЛАГ готов теперь новое преддверие большого террора сталинский голодомор в Украине на Дону на Нижней Волге в Казахстане на Северном Кавказе где спросите его не было результат скромный всего шесть миллионов жизней хлеб вот это земная ось на ней вертеться и нам и свободе восклицал Маяковский и продолжал свои восклицания я день и ночь по Волжье вижу солому жующее лежа в соломе по поводу сталинского голодомора тридцать второго тридцать четвертого годов уже никто ничего не восклицал Маяковский с пулей пущенной в сердце замолчал в 1930 единственный кто сказал слово правды о голодоморе имени товарища Сталина был Василий Гроссман в повести все течет это был подвиг писателя да и фотографии есть стоит посмотреть трупы лежали на обочинах дорог их неделями никто не убирал да и Андрей Платонов Андрей Платонович Платонов написал о народном голоде во времена народного голода чем заслужил убийственную сталинскую резолюцию на его рассказе впрок Сталин написал сволочь и поставил восклицательный знак не терпел правды чтобы еще больше приблизить крестьян к земле а то они в поисках пищи делаются беглые Сталин вводит прописку для городских жителей то есть отметку в паспорте о месте жительства и лишает паспортов жителей деревни другими словами он превращает жизнь на свободе в жизнь без свободы опять-таки миллионы людей оказывается в этаком лагере но по другую сторону колючей проволоки с 34 года ОГПУ переименовывается в НКВД этому органу предстояло в ближайшую пятилетку стать главным орудием большого террора и тотчас новая затейка вождя разоблачения ленинградской контрреволюционной организации далее осуждено не осуждено они любят говорить осуждено скопом ни много ни мало 6500 человек во главе с Зиновьевым и Каменевым после подлого убийства товарища Кирова все это стало генеральной репетицией грядущего кошмара 1935 год 267 тысяч арестованных 1936 274 тысяч это до сентября когда Николай Ежов назначенец Сталина заступил на должность руководителя НКВД дальше дальше цифры невинно убиенных и попавших в заключение растут в геометрической прогрессии и поражают асимметричным иррациональным масштабом если бы всю пролитую Сталином и его прихвостнями кровь собрать вместе да спустить в Тихий океан он вышел бы из берегов никогда в мировой истории человечества не было ничего подобного отныне Сталин становится титаном тирании в сравнении с которой все инквизиции все самые гигантские преступления против человечности меркнут как жалкие дилетантские попытки насилия Большой террор знаменует наступление такого термидора при котором любая прошлая революция пожирающая своих детей кажется детской забавой Сталинский Большой террор превзошел все Хиросимы и Нагасаки по числу жертв и главное главное он сотворил народа раба раз и навсегда запуганного и раздавленного сапогом вождя и в этом как оказалось был главный и самый жуткий смысл преступления с большой буквы уничтожить дух свободной России на века на тысячелетия вперед отравить воздух родины гнильем массового лакейства халуйства доносительства сделать каждого гражданина послушным винтиком громадной государственной машины одним словом пушкинским между прочим словом превратить народ в чернь да Россия знала и Ивана Грозного и Петра и Николая одного и второго и других правителей замаравших себя кровавыми мерзостями но сталинские злодеяния вне конкуренции ломать людей перековывать выбивать признательные показания любой ценой устрашать устрашать и во след убивать снова вспомним роковые стихи Мандельштама брошенные в вечность в 1934 году теперь приведем этот шок стишок полностью мы живем под собою не чуя страны наши речи за десять шагов не слышны а где хватит на пол разговорца там припомнят кремлевского горца его толстые пальцы как черви жирны и слова как пудовые гири верны таракани смеются усища и сияют его голенища а вокруг него сброд танкашей их вождей он играет услугами полу людей кто свистит кто мяучит кто хнычит он один лишь бабачит и тычет как подкову кует за указом указ кому в пах кому в лоб кому в бровь кому в глаз что не казнь у него то малина и широкая грудь осетина осетина общеизвестный ныне классический текст стихи поступок героический поступок но вот и другие стихи того же автора глазами стали раздвинута гора и вдаль прищурилась равнина как море без морщин как завтра из вчера до солнца борозды от плуга из полина он улыбается улыбкою жнеца рукопожатий в разговоре который начали и длиться без конца на шестиклятвенном просторе правдивей правды нет чем искренность бойца для чести и любви для воздуха и стали есть имя славное для сильных губ чтеца его мы слышали и мы его застали это уже год тридцать седьмой год большого террора от которого уже не спастись которому век волкодав по выражению того же Мандельштама назначил быть лидером в профессиональном деле палачества конвейерным способом в доказательство сделаем горестную метку отметку великий русский поэт Осип Эмилевич Мандельштам умер 27 декабря 1938 года в 12 часов 30 минут в стационаре пересыльного лагеря близ станции 2 речка под Владивостоком я в тот момент прожил один год 7 месяцев 24 дня маме моей было 28 лет отец сидел в камере камчатского НКВД истязаемый пытками на допросах год с небольшим а товарищу Сталину оставалось чуть меньше годика до его славного шестидесятилетия и вот юбилей наступил посыпались поздравления тут сплошные цитаты великому продолжателю дела Ленина товарищу Сталину так простенько называлось приветствие ЦК ВКПБ дальше указ о присвоении товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину звание Героя Социалистического Труда и два постановления Саннаркома об учреждении премий и стипендий имени Сталина по литературе газета правда в номере от 21 декабря поместила передовую статью под названием родной Сталин Молотов озаглавил свое поздравление так Сталин как продолжатель дела Ленина Ворошилов иначе Сталин и строительство Красной Армии Каганович по-своему великий машинист локомотива истории Калинин соригинальничал к 60-летию товарища Сталина скромно Микоян напротив был традиционен Сталин это Ленин сегодня Андреев выступил по своему направлению Сталин и великое колхозное движение Хрущев по-своему Сталин и великая дружба народов Шверник озаглавил свою статью так Сталин и забота о человеке Маленков так Сталин о большевистских кадрах А Лаврентий Павлович Берия просто и прямо величайший человек современности но пожалуй еще проще и прямее Шкирятов Сталин и народ Поскребышев и Двинский усложнили учитель и друг человечества зато Щербаков усилил неприступная встреча и дальше пошло поехало Болгарин Георгий Димитров Сталин и международный пролетариат Долорес и Барури это та которая лучше умереть стоя чем жить на коленях я видела Сталина вот как она написала так Андре Марти это по-моему тот который на рельсе ложился Сталин в моей жизни Эрл Браудер это не знаю кто это но приветствовал тоже Сталина приветствуют народы всего мира Эрл Браудер точно знал про все народы но лучше всех конечно сказал Мартин Андерсон Нексе он озаглавил свою статью одним словом Сталин и все Сталин точка вот хорошие вкусы этого Мартина позже это повторилось в виде анекдота с великим председателем Коммерсеном которого даже бедуины в пустыне приветствую вот-вот это все Сталинщина по-корейски наши писатели тоже присоединились Шолохов и особенно бывший граф Алексей Толстой последний изречет лозунг ставший особенно популярным в годы пока не наступившей войны за родину за Сталина это Алексей Толстой поток приветствий продолжился до бесконечности также в синхроне увеличился и поток поступающих в тюрьмы и лагеря ГУЛАГа к началу 41-го года то бишь перед войной до 2 миллионов 300 тысяч человек это был апогей теперь приближался новый период когда истребление своего народа в мирных условиях война с финнами это мелочи подумаешь всего там несколько десятков тысяч убиенных диалектично переходила в фазу другой беспрецедентной бойни в которую тот же вождь вверх страну проявив в высшей степени политическую близорукость и безответственность за три дня до начала войны послушайте пожалуйста сейчас вот наш разговор происходит в преддверии 65-летия победы нашего народа над фашизмом а вот как и чем эта победа нам далась за три дня до начала войны 19 июня 41 года средства массовой информации запретили употреблять слово фашист вы знаете об этом чтобы не дразнить потенциального противника сталин не верил своим но верил гитлеру вернее поверил когда пошел на сделку с адольфом по переделу европы что и привело в конце концов к внезапному нападению одного авторитета на другого пахана несомненно по народному выражению два сапога пара смотрели на вид в разные стороны но многое их и роднило во первых сатанинский принцип цель оправдывает средства по которому читайте Достоевского все дозволено насилие избирается обоими палачами как самый верный способ победы догуманизма над всеми фундаментальными ценностями которые выработало человечество во вторых единоличное фюрерство в своих пограничных пределах и желание получить господство за этими пределами мир у моих ног я делю этот мир хватая куски властвую разделяя тиран вне критики он бог и царь с неограниченными амбициями и полномочиями человек солнце без каких либо пятен в третьих обоюдная ненависть к свободе как определяющему фактору в жизни отдельной личности и гражданского общества в целом ставка не на многокачественную личность а на серую толпу преображенную силой воли узурпатора в дрессированный отряд в забитую палочной дисциплиной глобальную организацию в которой всеподчинение требует полного отсутствия самостоятельного мышления обе системы гитлеризм и сталинщина взаимозеркально выковали нового человека с одинаковыми мозгами и одинаковой бессердечностью полное неприятие всякого инакомыслия в четвертых полное пренебрежение к ценностям человеческой жизни люди камешки насекомые микробы объединяемые восторгом от количества смертей себе подобных и испытывающие иллюзию счастья от участия во всеобщей вакханалии расправ и преступлений в пятых неприкрытый расизм вернее открытый и скрытый антисемитизм оголтелый шовинизм благодаря которому целые народы объявляются второсортными неблагонадежными излишними и подвергаются депортациям геноциду окончательному решению вплоть до полной ликвидации всех всех до одного включая стариков и детей в шестых болезни и патологии в личной жизни мания величия была у обоих мания преследования тоже гитлер маньяк чли чьи отклонения от нормы носили конечно более открытый характер сталин с диагнозом выдающегося ученого профессора бехтерева паранойя был менее виден в образе душевнобольного но то что у Сталина некоторые человеческие качества отцовство искренность милосердие стеснительность доверчивость наконец обыкновенная порядочность или были притуплены или отсутствовали вовсе это как говорится медицинский факт гитлер страдал запорами и психозами его нервная система представляла абсолютно расшатанную колесницу все колеса которые постоянно вращались с разными скоростями он существовал в образе благообразного семьянина образцового отца нации при этом жил со своей по-моему двоюродной сестрой а обзавелся официальным браком с Евой Браун предсмертной агонией Сталин провозглашенный отцом народов тоже был неуправляем в гневе и по сути необычайно труслив когда воевал его никогда не видели на фронтах он хранился в бронепоездах а в тылу прятался прятался подобно Гитлеру в глубоких бункерах под землей оба важничали на людях принимая приветственные позировки из арсенала провинциальной театральщины Сталин отвратительно относился к своим детям каждый из которых имеет трагическую судьбу Гитлер вообще бездетен к этому надо добавить что оба героя один усатый другой с усиками хоть и увлекались военизированными парадами были оба я подчеркиваю бездарными главнокомандующими они склонялись над картами не умея их читать рисовали стрелками направления главных ударов оставляя в котлах и окружениях свои доблестные армии Сталин любил работать исключительно по ночам Гитлер же спал урывками оба любили пропадать из виду в самые трудные самые ответственные моменты истории так Сталина ждали 10 дней после его затворничества в начале войны оказывается он писал свое историческое пропагандистское обращение к братьям и сестрам Гитлер перед своим финалом исчез для своего народа и войск в забетонированном подземелье оказывается здесь и сейчас он писал свое завещание потомкам в котором нет ничего кроме истошного антисемитского вопля наметить жертву все подготовить это я цитирую беспощадно отомстить а потом пойти спать это признание Сталина за бутылкой вина товарищу по революционной борьбе Каменеву вполне могло бы родиться и в устах Гитлера они оба называли своих товарищей по партии соратниками что не мешало их по очереди умершлять используя самые изощренные приемы ликвидации на 15 съезде ВКПБ Сталин говоря образно о своем возвышении к вершине власти уподобил его движение политической тележки из которой на крутых виражах выпадали старые лидеры партии они видите ли выпадали сами подробности этого выпадания оставались в глубочайшей тайне истории Гитлер действовал схожими методами перечисления лиц которые числились в друзьях и соратниках но потом были уничтожены по приказам обоих ошарашивает своим несусветным объемом довольно часто ставится детский вопрос кто из двух диктаторов был умнее хотя правильнее сказать хитроумнее конечно Сталин в чем-то опережал Гитлера например система ГУЛАГа была на порядок мощнее немецких страшных немецких концлагерей Магадан и Воркута Беломорканал Соловки и Сибирь дали бы сто очков Майданоку и Освенцину хотя гитлеровцам с их виселицами и газом тоже надо отдать должное но у фашистов и времени было меньше лет на двадцать и климатические условия получше все-таки обошлись без заполярья Сталин был роста невеликого всего сто шестьдесят два сантиметра Гитлер чуток повыше но оба комплексовали по поводу своего вида у Сталина говорят одна нога была шестипалая Гитлер же из-за постоянных непорядков в желудке простите много пукал оба были в сущности поначалу малограмотные малокультурные люди комплексовавшие из-за своей необразованности из люмпенов стремящихся выдвинуться повыше сын сапожника и сын лавочника оба из провинции оба недоучки и оба самоучки посредственности э нет посредственности Сталин конечно же не был по выражению Троцкого он был выдающейся посредственностью и я бы сделал акцент на первом из этих двух слов а насчет Гитлера сомневаюсь хотя и Гитлер и Сталин умели влиять на людей часто влюбляли в себя разного рода поверхностных людей или людей которым было выгодно быть поверхностными оба были неплохими ораторами это так при этом Сталин любил произносить чеканные формулировки типа у нас не было автомобильной промышленности у нас есть автомобильная промышленность или жить стало лучше жить стало веселее или будет и на нашей улице праздник это он так говорил просто ясно понятно чтобы его легче было цитировать но Сталин имел ярко выраженный грузинский акцент который он сознательно прятал чтобы быть ближе к русскому народу Сталин нарочно был немногословен старался говорить кратко и емко чтобы слушатели улавливали все величие и непререкаемость его суждений это гипнотизировало гитлер тоже заботился о магии своих речей но он шел другим путем он фонтанировал да так что хотелось крикнуть заткни фонтан он искрил и бушевал в своих выступлениях он зажигал как сказали бы о нем сегодня ибо на трибуне он выглядел поп-звездой Лени Рифеншталь сделала ему подарок своим клипом хотя в сущности Адольф был обыкновенным трепачом пустышкой дутой и мелкой это очень хорошо почувствовал Чарли Чаплин в фильме диктатор гениально показав не столько карикатуру на Гитлера сколько таким какой он есть каким он и был тоже случилось изобразом Сталина в кино чем более он оказывался похож тем больше был смешон не Сталин а пародия на Сталина оба в молодости посидели в тюрьме есть такая легенда анекдота может и правда Сталин грабил банки со всем юнцом за что и сел на нары а там ему встретился некий большевик по имени Лада Кецхавели сказавший юному бандиту иди к нам будешь делать то же самое но не в банде а в партии Сталин заинтересовался тотчас с этой партией ее перспективными идеями последовал советом старшего товарища и в результате стал генсеком но на всю жизнь сохранил криминальную закваску это следовало бы иметь в виду умному Черчиллю и честному Рузвельту когда они встретились много позже батумских налетов с товарищем Сталиным в Ялте чтобы разделить послевоенный мир Сталин был паханом с чисто уголовной психологией и верой в жизнь по понятиям Гитлер также имел связи с криминальным элементом любя обсуждать проблемы захвата власти в мюнхенских пивных в Майнкамп отчетливо виден отпетый мошенник и весьма злобный персонаж с огромными амбициями человека из подполья оба в юности проявили тягу к творчеству к искусству Гитлер что-то такое малевал кистью какие-то пейзажи в сумерках теперь их продают на аукционах как бездарные раритеты Сталин же пробовал себя в стихоплёдстве вот четыре его строки молодого поэта Джугашвили и знай кто пал как прах на землю кто был когда-то угнетён тот станет выше гор великих надеждой яркой окрылён если не знать что это стихи самого Сталина можно приговорить их конечно к графоманству вряд ли слова землю и великих являются хорошей рифмой но если знать каждая строка полна первое темой смерти и знай кто пал как прах на землю вторая кто был когда-то угнетён революционным духом да третья тот станет выше гор великих прозрением в собственную биографию и четвёртая надежда яркая окрылён светом веры в утопию жаль конечно что Сталин стал профессиональным революционером а не профессиональным поэтом может тогда бы мир в 20 веке был совсем другим наконец Гитлер и Сталин это не настоящие фамилии оба чудовища взяли псевдонимы которые получили всевечную известность а Шекильгрубер и Джугашвили ну кому они всерьёз нужны кому интересны до открытия огня в июне 41 оба тихо симпатизировали друг другу при этом Гитлер не боялся Сталина а Сталин Гитлера трухал Гитлер Сталина недооценивал а Сталин Гитлеру хотел понравиться какая-то патология достаточно перечитать их взаимные телеграммы и тосты поздравления ну внимательно давайте почитаем хоть раз бросится в глаза не сухой отштампованный дипломатическим языком текст а желание изо всех сил показать свои искренние побуждения если уж говорить о наших симпатиях к какой-либо нации то конечно надо говорить о наших симпатиях к немцам эти слова Сталина знаменательны но почему-то никогда не цитируются однако то что казалось лишь словесами имела в реальности сугубо практичную основу сегодня как это не печально и удивительно мы должны сделать вывод Сталин и Гитлер делали в истории общее дело у гестапо и НКВД были сходные функции иногда их интересы переплетались и тогда что тогда послушайте 15 мая 1937 Сталин через посла в Праге получает от гитлеровцев долгожданный компромат на маршала Тухачевского радостная улыбка наверняка вздернула усы вождя теперь главного конкурента в военном деле можно было спокойно расстреливать и далее учинить раскрытие жуткого военного заговора что и было проделано Марго Григорьевич наше время сегодня закончилось к сожалению большое вам спасибо я уверен что на наших зрителей это произвело такое же впечатление как и в студии я вас прошу продолжить наше чтение в ближайшее время мы дадим анонс если вы согласитесь дочитать эту главу и начать следующую не бойтесь всю книгу я читать не буду нет не всю конечно книгу я с вами прощаюсь нашим гостем сегодня был Маргригорьевич Розовский ведущий студии Юрий Проскуряков до свидания до новых встреч за чтением книги папа мама я и Сталин спасибо за внимание конечно мне очень интересно знать ваше суждение ваше мнение хотелось бы иметь ваш честный и искренний отпик пожалуйста пишите к нам на сайт живого телевидения tvl tv-l .ru до свидания субтитры